МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как-то они говорят, а если лифт отключат? Пешком пойдешь. Я бы в таком доме не согласилась жить. В этой высотке. Туда никто не пригласил. Максимум 3-4 этаж. Хорошо. Мы учтем ваше пожелание. И все капризы за ваши деньги. Ой, как глубоко. Вот, наверное, копает. Сколько мне материала сразу. Людей, конечно, в Москве проживает у ее. Трутичка, Ромочка, ты еще трутичка. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Смотри, какие мальчики. Ой, мм, что сын. Смотри, что ты маленький. Ладонька, и он не склоняется. Но есть мужская не склоняется, а женская склоняется. Поэтому я даже не знаю. Лепота. Малыш, привет. Малыш, привет. Молоко, дать ему молоко. О, Таня, сколько квартир. Это, может, не жилой дом? Жилой? Жилой? Бери, 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 бери. Давай, бери. Бери. О, ты что, смотри, Ром? Вот, ты нарисовал. У меня есть, наверное, какая была. О, ворона. Ром. Ворона, смотри. Карт-карт-карт-карт-карт. Ложки нарисуем. И котик нарисуем, да? Офисы, офисы. Тих динозавр какой-то, ящер полудуша, да? Сколько всяких контор. Нужных и не нужных. Нужных порой. Фили. Фильки. Поменялись места, места не. Говорю, да, я сяду на это, в прошлое место. Мне надо снимать. А там еще пубы, надо снимать. Ну, не счастлив. О, красота. Река Москва. Все строится, строится в Москве. Ой, ну красота. Да, коробочки. Да, коробочки. Москва, Москва. Глянь, какие живые комплексы. Угу. Один, два. Беговая. Да, мы пойдем с тобой. Ставим, где торцы. Вот это дом, Тань. Напротив друг друга, вот смотри. Окна, окна как расположены. Интересно, сколько здесь квартир стоит в таком шикарном доме? Москвичи, ответьте на вопрос. Просто интересно. Да не, нет. А мне интересно. Это с тобой. Вам все еще по-русски. У нас сегодня была приобретенная. Приобретенная. А здесь, ну это просто последствия. Мы не хотим. Я понимаю. Нет, нет, я поняла. Нет, нет, я поняла. Как мы это делаем? Сейчас-то пишут благодарность проводнику. У нас тоже в Бресте есть музей локомотивов, да, Таня? Да, но у нас есть и травма. Вот так вот, обослилась, и следует травма с вами. Там, обослилась, и следует травма с вами. Столовая. Живут люди напротив. Катай, нет, привет. Мы приехали? Да. Ну, мы не пойдем толкаться там. Людей много на выходе. Ну, что, в Москве очень даже ничего. Погода хорошая, тепло. Никакого мороза, никакого холода. Так что, вперед, вперед. Вперед, вперед, и еще раз вперед. Калининград, Москва. Белорусский вокзал, белорусский вокзал, длинный перрон. Идем, идем, до конца и края нет. Куда идти? Налево, направо. Вон, туалет и справа. Пойдешь? Ну, что вам сказать, дорогие друзья. Я без комментариев от этого заведения ничего не хочу говорить. Куда идем? Вот МЗС. Киосочки. Ну, хорошо. Зайдем, сейчас узнаем, какие тарифные планы, что почем. А там решим, куда, чего. Так, что тут, шаурма. Ну, как же, без этого, чтобы Москва добыла, да, без шаурмы. Так, чтобы они еще не работали, значит, нам надо выйти. Билайн. Почему не работает? Ну, никого там нет. Почему? Или есть. Ну, вот же дверь, Тань. Как-то, я держу камеру, я не могу и туда, и туда. Хорошо, давай. Сейчас зайду, МТС, закрыто. Еще бы, еще, нам туда удерживать. Что, что? Ну, сейчас найдем. Ну, давай, идем сюда. Привет. Всем привет из города Москвы. Раньше бы мы сказали привет из столицы нашей родины, города Москва. А сейчас мы скажем просто. Из Москвы? Просто привет. Белорусский вокзал. Ищем, нужна симка на интернете. Сейчас найдем. Есть. Белорусский, белорусский. Так, ненавязчивый такой сервис. Пришлось сумки ставить на ленту. Снимать, даже поясной мой кошелек. Так, ищем, ищем. МТС. Поверяется. Ну, проверяется. И ладно. Так, нам сюда. МТС. МТС. Объяснял, объяснял. В итоге, в итоге, подключили смартфон, достаю планшет, показываю ему. Говорю, я сейчас включу его на раздачу, как модем. Он говорит. О, не, на раздачу тут ограниченное. Там только 10 гигабайт можно, говорит, на раздачу. Я говорю, а где это написано? А что вы сразу не сказали? Говорю, зачем мне такой тарифный план? Ну, в итоге, думали-думали. Думали-думали. Ну, насколько хватит, настолько я схватил. А там доедем уже. На место, да. Да, на место в райцентре пойдем. Будем смотреть, какой расход. Ну, в общей сложности еще одну симку дали в подарок. Можно будет ее вставить. Там еще 3 гигабайта. Но это, конечно, не выход. Так что, если будет что-то у нас, перерывы в связи. Не волнуйтесь. Знаете. Причину, почему. Что мы все наладим. Сели напротив столовой. Написано, блины, оладьи, пельмени. Нет, говорит, Саша, мы туда не пойдем. Здесь стулья расположена. У нас специально, чтобы соблазнять в эту столовой. Но мы не пойдем. Что-то сидело и нюхало. У нас есть вареный язык. Брестское угощение колбаской. Есть помидоры, огурцы, яйца, конфеты. Мы сейчас здесь с тобой покушаем. Кофе есть, чай. Бесплатный кофе есть, чай. Так что. Так что. Так что в Москве тепло. Тепло. Знаю бы шорты одел. Ну ладно. Может в брюках-то лучше. По технике безопасности. По технике безопасности. Пойду погуляю, пока Таня тут будет изучать. Изучать цены на блины, оладьи и пельмени. Смотри, тут все не вынюхай без меня. Хорошо. Я сравниваю. 90 долларов. На вокзале все дороже, конечно. Вы их найдите в городе. А потом будем говорить. Я с вами не спорю. Мы с Беларуси приехали. У меня в Беларуси пока, знаете, сколько у меня их покупают. Только в Беларуси, наверное. Кожаная сумочка. Я специально смотрел. Кожаная не нужна, что ли? Сумочка. Сумочка из материала. Из плащевки. Говорит, итальянская. Ну, Москва. Знаете, сколько стоит? Девяносто долларов. Пять четыреста. Я говорю, у нас фирма Макей в Бресте шьет кожаные портмоне, сумки. Семьдесят рублей. То, что я показывал. Помните, мужская сумочка через плечо. Семьдесят, вернее, долларов. Семьдесят рублей. Она говорит, да что, ваша кожа. Я сама знаю цены в Беларуси. Да, через цена хуже. Я говорю, я с вами пришел не ругаться. Я пришел посмотреть, какие цены. Ну, развернулся и все. Дорого очень. Девяносто долларов сумочка. Через плечо. Маленькая. С плащевки. С плащевки. С плащевки. Здесь другого не бывает. Другого, да. Тем более на вокзале. Куда мы попали? Попали на второй этаж. Зал ожидания. Церковная лавка. Хлопцы спят. Людей мало. Ну, когда-то мы тут были. Давно, я помню. Нам надо перекусить. Вот что делать. Привет. Привет, город Брест. Мы в Москве. На белорусском вокзале. Таня красит губы, а я подсматриваю. Таня красит губы, а я подсмечаю. Спасибо. 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 Ливорусский вокзал, как в том фильме. Субтитры сделал DimaTorzok